привет ребят сегодняшний влог будет посвящен нашей поездке в сочи кто смотрит канал давно об этом уже знает ну а новенькие можете посмотреть как это у нас вообще в целом происходит ну и по поводу быта хочу еще сказать что в прошлом ролике показывали рассказывали что вообще с собой в автопутешествии господи что-то у соседей там произошло поэтому посмотрите этот ролик он вот прям предыдущий ну и давайте вам расскажу в целом какая у нас цель по поездке помимо того что мы хотим погреться отдохнуть мы еще и хотим закрыть вопрос квартиры потому что мы за нее платим но фактически там не живем еду я туда на две недели катя там останется на подольше потому что потом приедет мама в гости и они еще какое-то время потусуют смотрите этот влог он будет интересный я очень люблю показывать быт в автопутешествии не забывайте ставить лайки приятного просмотра давайте начну рассказ того что покажу что мы в целом берем машину это четыре подушки и одеяло упало вот это у нас матрасе куплены в икее вот это не обращайте внимание это просто грязь в какой-то момент времени попала надо будет потом постирать но это не влияет на наш комфорт по вещам вот столько пакетов у нас вышло не смотрите кажется что их очень много но на самом деле все в основном пойдет за пассажирское водительское сидение вот эти мягкие фиговины очень классно будет взаимодействовать с подушками ну потому что там внизу пространство в общем еще покажу что имею ввиду сейчас у нас какой план тащим всю эту машину давай я тоже возьмем но 1 на месяц это как-то или постираем ту как из жопа я себе белые шорты нашла я вчера думала блин где все мои летние одежды в гитаре блин оказывается видишь как хорошо иногда лазить в какие-то потайные углы я просто убиралась и смотрю что гитара такая пузатая наполненная обычно она пустая последний стрих перед поездкой это выбросить мусор ну в итоге все вещи в три присеста погрузил машину я думал в два раза уложить вещей получилось очень много сейчас дождусь катюху и все едем про мягкие пакеты я вам рассказывал смотрите я кладу вверх вот так вот заправляю простыночку и матрасик и получается вот тут как бы мягкая такая горочка ну то есть я конечно показал по уродски надо с той стороны это делать транспондера заряжен 3132 рубля кать пришла все мы готовы немножко со временем мы конечно погадали выехали практически в 6 часов вечера видите тут уже пробочки от мы еще даже нам капни вы что ты сейчас говорил что-то у меня маленькая светленькая ну ты мне кажется очень близко снимаешься будет разглядывать мои прыщи у нас вечерний ужин да катюш возьми приборы потратили 1235 рублей сейчас 60 километров от носков мы решили поужина сейчас время почти 8 часов дальше у нас будет только заправочки а там у нас ну кроме сосисок и всяком сладкого ничего нет на месте поэтому поедим основательно традиционно одно и то же беру домашнюю котлету пюрешку 5-1 строго развелась пюре 2 борща 2 пампушечки помните я вам рассказывал про приложение лукой то что я хочу до випа добраться вот смотрите раз квартал у тебя расчетный период и на эту сумму 70 тысяч рублей ты должен заправиться и накупить товаров на 25 тысяч у себя до плотина добрался 50 тысяч рублей потратил на топлива товаров потрачено 3325 весном еще на 5 674 надо набрать чтобы я на плате ну там типа увеличенные баллы и скидки и все такое прочее но мы сегодня наберем я к сожалению не успел записать момент где катя приготовила тортик сейчас это не очень красиво конечно выглядит такой коробочке зеленый вот я так поел сейчас я его буду пробовать столько крема я правда наелся немножко мне тяжелее он же не на масле вот этот который знаешь такой противный он же из творожного сыра вкусно вкусно да там если что шоколадки будут попадаться которые листики очень прикольный видно там ну немножко раньше перетряслось изначально выглядит как раз его очень вкусный крем персиковый что нет крем такой же как и был просто его подкрасила красителем пищевым а внутри просто я добавила перетертое яблоко я не знаю как я до этого додумалась я думала что мне вот в начинку туда кинуть как бы мы почистили холодильник там ничего не осталось у нас стоял джем недавно его купили такой махеев с крышечкой но я его попробовала он слишком приторный то есть если бы я добавила его в торт было бы слишком сладко прям невкусно я решила разбавить с яблоком то есть я перетерла яблоко и вот эту кашицу смешала стенджевом чтобы немножко было послаще не очень вкусно да еще чуть-чуть смотри чуть-чуть осталось я объелась вчера прогресс на лицо с точки зрения пропитывания вот этой массы коржа как это называется бисквит бисквит но мы заправили сейчас на лукойле на 2 300 у меня про там еще водичка была в чайке еще сейчас полным баком едем время 9 час вообще никуда еще толком не уехал меня мальца подгорает потому что мы уехали из гриль кафе через несколько метров катя заметил что у меня нет телефона все-таки там он был даже это место еще не убрали пипец но у меня говорю подгорает потому что мы проехали считаю 25 минут сейчас потратили даже чуть больше в итоге опять остаемся на том же месте двенадцатую крошку между прочим чуть не оставила ты очень часто что-то забываешь ты мяческой же за полгода первый раз что-то забыла зато сколько денег до херища за дорогу за несколько раз извинилась потому что нам пришлось столько времени потратить а ты сейчас опять наезжай у меня если кипит так я же чтоб не кипела несколько раз про тобой извинилась сказала мы на угоне ничего страшного он бомбит и бомбит козел маленький все погнали вот конечно очень смешно мы выехали без пятнадцати шесть сейчас время двадцать тридцать восемь от москвы мы отъехали пятьдесят один километр честно мы так сильно задержались из-за пробок а не с того что телефон забыл и с того что забыл телефон полчаса мы потратили например ничего страшного ну ладно ну просто немножко я в моменте где-то да раскипелся а потом посмотрю видео что ты говорил пока у меня нет но я говорю что у меня кипятка не катя маша в этой повестке ты машина чтобы это так жить мне нужно столько всего забыть а если плату сегодня что-то за и ответ за то на какую сумму между ростом и сумма главное что один раз всего что-то забыла это сразу же вспомнила если бы мы были не на такой трассе можно было далеко развернуться то мы забрали за две минуты мы еще проехали через два платных участков потому что выехали сплотки заплатили заехали снова и стоит эти скидка на 200 рублей шуток заплатил закладываем весть из полей проехали мы 460 километров время 12 часов ночи взяли поход дождь к себе об груз нефти до этого заезжали на лукойл и прям попали пересменку перед нами прям двери практически захлопнулись и все хотя бы мы проехали все 7 километров до 3 минуты взяли поход долг это дорожная романтика да кайфую я от этого вроде заразы может и вредные но вкусный не могу чего эти сосиски иногда можно но мы же не часто озере от поделены вон люди в возрасте и мы с тобой живем да все нормально мы дома питаемся хорошо чаще всего доброе утро 11 часов мы уже поели заехали сейчас помпончик но у нас стандартный набор это пончики борщ у катя суп лапша ну правда еще взяли чебурол сначала он был вкусно а потом в конце я почувствовал какой-то горький сыр в этом чебуроле поэтому не зашел ну верхушка была вкусно мы проехали 800 чем-то километров от москвы мы здесь как-то даже записываю stories у тебя у тебя в инстике запрещенную соцсеть в россии путешествие проходит хорошо вчера мы проехали 720 километров я конечно подустал что такое легли мы спать 4 часа утра а проснулись 70 копейками было очень жарко впервые за все автопутешествие я заглушил машину и она под утро так нагрелась капец ребят но мы влей 23 градуса спали вообще бесплатно да да не потратили бензина да не потратили бензина но и сном пожертвовали это хорошо если бы мы проснулись 2 часа дня мы бы приехали в 5 утра в Сочи у нас расчетное время прибытия в районе 10 вечера до Сочи но у нас все равно еще будут остановки в 11-12 это нормально обожаю автопутешествие вот мне постоянно говорят чего ты записываешь что ты гоняешь тебя тебя я тоже обожаю вот это сама атмосфера автопутешествие она очень круто и несмотря на то что часто даже куда-то в одни и те же места вот эту обстановку я все время хочу чувствовать снова и снова я не рассказать что здесь облака разных видов здесь вот такие вот такие я забыла как они называются по-моему это кучевые перевые там что-то такие сики конечно но классно же смотрится классно ты смотришься я знаю спасибо если бы гораздо чаще включали камеру люди бы конечно угорели с нашего контента потому что мы на самом деле в дороге очень много и часто прикалываемся очень сильно дурачусь и вы даже не представляете просто такие придурки мы вчера об этом разговаривали да и подобие было бы классно поставить вот сюда губров на лобоуху вот сюда в бок ну для того чтобы со всех ракурсов снимать снимать 24 на 7 потом нарезку делать из наших приколов да но пришлось бы единственное когда я сажусь за комп и я такой все как я на сутки ухожу в монтаж чтобы это все просто тупо переслушать так целом мы ну очень хорошо едем мне вообще нравится ой что тут за за свет такое господи иисусе картинка появилась хорошо доехали вчера что-то и поболтали и музыку послушали прям здорово бы продолжаем делиться нашей поездкой находимся на так нефти заправились на 1300 рублей взяли по мороженки я просто очень быстро съел и я замечу что у нас прям какая-то тенденция появляется есть золотой сэндвич но почти есть хотя сейчас его уронила 7 штанишки помнишь мы в прошлый раз перед дорогой джуба ели его сейчас в обратную сторону едем и тоже золотой стандарт вот такой помогите чтобы было видно это все видно чуть чуть ниже вот так вот это сэндвич да очень вкусно как приятного аппетита ты засрала свои штанишки а я все ждал когда же это случится и телефон засрала не сейчас исправим не каркай сыру стирать я морсом смотри испачкался лишь у меня такие розовые так я все время засираю каждую поездку не так получается а реклама вот и смотри кого у нас блогерша которым я сильно нравится а мне нравится просто в логе они достаточно простые как у меня вообще без напряга просто сегодня мы с тобой кайфу и хочу очень сильно поделиться то что у нас сейчас 26 градусов просто супер кайфовая погода ребята тут настоящее лето я не повторю об этом говорить потому что в москве мы нахрен замерзли надеюсь что очень скоро я буду загорел некий красивенький я соскучился по загару я буду прям такой я могу еще бороду не брить сейчас очень тепло на улице но андрей почему-то решил включить кондей практически на все мне очень холодно и меня появился насморк спасибо андрюша прощать не ну просто когда выключаешься я мокну весь ушли ребят извините за детали пока какая-то тут спала часик я врубил 20 градусов и вырубил кондей у меня 21 был но я взбок все спина мокрая подмышки тоже не комфортно не кастом любители разговаривать когда что-то жуем просто подписчики скоро нас камнями скидает из-за этого ну мы чтобы не дикторы должны такие рубашечки такие сидеть все такие здравствуйте уважаемые зрители сегодня на растение мы прибыли куда мы прибыли на заправку русло это дни ракет это немножечко стремление видишь такой котишок такой небольшой как красиво сейчас смотрите ребята солнышко попало на объектив и такие кружки прям где могла и вон внизу вот где мой вот вот здесь вот здесь вот ровно здесь он заканчивает бред три минуты что-то записан да мы очень скучные ребята в этой дороге но все равно мы когда снова выйдем напрямую слышь алё говорит да мы когда выйдем напрямую подойдем извините в дороге 2 2 день выйдем на посмотрим на морюшку будет тепло не как прошлый раз то что вы вылезли уже темнело и дул ветер сильно сейчас будет тепло двадцать шесть градусов просто кайфули настоящее лето опять же повторюсь вот так вот примерно ребят ездил катя издевается надо мной но я все это терплю как игрушка дадут тебя деваться нужно что-то сделает смотри как волосы прикольные вау классно ой прости смотри блин мы просто очень долго ехали мне хочется подурачить я наоборот говорю то что мы очень быстро почти приехали очень быстро почти приехали ребят это недосыпь недосыпь я треспой часа я не объяснила ребят короче классная тема я подушку себе под спину подложила это так удобно очень классно про спина все-таки устает очень долго доедешь не выходишь из машины а так мягенько сейчас я не могу так ехать все очень удобно что мне нужен какой-то упор жесткость здесь они такие приемлемые жесткие сидушки я не могу по-другому ехать всю дорогу тоже бы не ехала с подушкой но так на часок я мысль так и не рассказывал то что мы очень быстро доехали даже 24 часов еще не прошло когда мы из дома выехали а мы уже почти на месте но ничего не меняется мы сейчас ровно в том же месте как в первый раз приезжали в сочи только теперь все зеленое тепленькое и можно спокойно ходить в одной футболочке что не может не радовать первый раз когда приезжали и останавливались и смотрели море когда было более-менее светло тогда помнишь темнело ты еще подходила к вот этому дереву нюхал его она только расцветал смотри какую красивая дачу помоечки эти две и даже тачку я поставил ровно в том же месте как прошлый раз но это такое место я даже видел в некоторых влогах здесь часто останавливаются прошлый раз по моему это дерево и вот вам морюшко ребята если вдруг соскучились и нет возможности попутешествовать на из нового тут появился какой-то зонтик ой красота свет еще очень замечательно голова жирная ничего страшного помоемся но всякое бывает и вот так мы любим ходить катя позволяю все все просто позволяю бьет меня кусает висит на мне да пожалуйста что там такое у нас какой-то вот листочек видишь или что это ну ладно хрен еще хочу сказать что классно что едем светлое время потому что катя тут по сути дороги ты не видел постоянно по темноте едем в ту сторону а у кати заморочек она все-таки будет пытаться достать достала охотиться может тебе дать карточку какой-нибудь вот я и говорил у кати сидела незаконченная за что-то дела все пипец не ехать пока не вытащишь ну серьезно я вытащу раскрошила немножко на пару частей выдула она вылетела и вот сюда вниз в этом плане я думаю ты туда типа в дверь вниз протолкала я ужасно выгляжу у меня прыщи жирная голова я хочу душ короче мой мама я хотела сказать я завязываю хвостик никого не трогаю и андрей такой ночи вообще-то я ладно я не буду это на камеру я думал ты поняла почему вопрос был я сказал у тебя и я потом сказал а ты бы сказала нет у меня в все жестко а из то что наклонялся я не услышал да ну я слышу просто ну чё а я прям сидит типа ржет я не понимаю что случилось берет камеру начинает записывать блин я хочу хоть как-то выглядеть немножечко получше лови лови на шкодил помогите она ко мне поворачивается у нас стоит вот этот датчик знаешь чтобы тебе за мной следить за моим лицом ну все в общем я все рассказала я сделала хвост думала что это будет выглядеть ночью попривлекательнее но я ошибалась хотел вам классный вид записать но у меня залепло на стекло ну ладно там все равно немножко видно вот сейчас прошли ровно сутки с момента когда мы выехали из дома я осталась там до сочи 126 километров но это утомительная часть самая утомительная но благо дорога ну более-менее такая нормальная не очень много флор сейчас правда мы плетемся она хотя бы одна впереди когда я штук 7 это конечно адок начинается ну а то все встречают нас с огромной пробкой а